Шахматный король с королевой, дьяволица, инспектор ДПС на шпильках, мини-маус и матрос. Это не персонажи сказок, а вполне реальные байкеры. Принять участие в конкурсах на самый необычный карнавальный костюм, громкий выхлоп и лучшую аэрографию на байке собрались мотоциклисты со всей России. Подобные мот-авангарды проводятся уже в третий раз. Здесь проводится небольшая политика по поводу культурного. Ну ладно, разворачивайся. Следующий участие, кто остался у нас, это Юлька. Техника, уважение к окружающим, все остальное. Мы стараемся ввести к культурный образ жизни. Перед тем, как проехать в таких нарядах по улицам города, мотоциклисты демонстрировали пилотаж вождения и хвастались громким ревом своих железных коней. Управлять как минимум 500-килограммовым двухколёсным зверем могут не только мужчины. Вот так под музыку кантри ловкость маневрирования на змейке показывали и девушки. Молодец тебе! Чистое исполнение! Умница! Мини-Маус в Мерулея признаётся, что впервые села на мотоцикл всего два месяца назад. Огромное желание и больше ничего. Никаких эмоций, кроме желания. Нет. Нет, огромные глаза от страха, конечно, были. А вот Натали управляет двухколёсным конём с 15 лет, поэтому свой отпуск решила провести в двухнедельном путешествии на байке. С карнавала мы собираемся ехать в город Павкоград, а оттуда поедем через Украину и через Азовское море, обратно в Сочи. Палящее солнце, клубы дыма и оглушительный рёв двигателей завершили мероприятие. И байкеры отправились в Лазаревское, где прошли соревнования на выносливость по эндурокроссу.